Сейчас хотел бы поделиться с вами своим опытом и мнением о воспитании, о взаимоотношениях с детьми. Ну, прежде всего, хочу сказать, что у меня шесть дочек. Так, изначально молодые люди, они, конечно, именно поступают так, как родители поступали. То есть, они только в отношении своих собственных детей, они поступают так же, как делали их родители. То есть, как окружающие делают. Но, я хочу поделиться с вами теми соображениями, каким образом избежать кризиса переходного возраста. Каким образом избежать очень многих вещей, которые, в принципе, можно избежать очень даже спокойно. То есть, вот в Польше я услышал первый раз такое мнение, и согласен с ним полностью. То есть, прежде чем завести детей, нужно суметь воспитать собаку. То есть, взять щенка и воспитать его таким образом, чтобы он полностью был послушным и умным псом. Выполнял команды. В общем, воспитать, по-настоящему воспитать собаку. Не просто так, что взять собачку и ее там гладить все время, а воспитать. То есть, чтобы она была послушной. То есть, дело в том, что маленькие дети, когда они раздражаются, они, в принципе, ничем не отличаются от маленьких щенков и от маленьких коровок. Они не имеют менталитета. То есть, они еще не знают слов. У них в маленьких головках еще нет никаких ассоциаций. Они видят только движение во внутреннем нашем внутреннем мире. То есть, получается так, что маленькие дети, приходя в этот мир, они почти чистая бумага. Но они уже еще в животе начали учиться. Как же учатся дети? Дети учатся рефлексией тела. Значит, если мама беременная идет где-то, и она испугалась. Страх, и ее тело все сжимается, напрягается. Также происходит выброс каких-то химических, возможно, элементов через поповину. Ребенок получает, и тельце его тоже реагирует, начинает реагировать таким же образом. Напрягается. То есть, если человек радуется, то, видимо, от радости вырабатываются какие-то другие, допустим, эндоморфины, естественно, происхождение. И ребенок получает определенную дозу хороших эмоций, через поповину тоже. То есть, когда человек уже рождается, он еще не имеет определенных эмоциональных реакций. И его тело реагирует на эмоции других окружающих его людей, которые внимание на него обращают. Это, прежде всего, мама. То есть, не имеющий эмоций, а рядом на него внимание, которое обращает эмоции, получается боль. Он чувствует боль. Почему желудочки болят? У некоторых детей болят, а бывает так, что и вообще не болят. Так вот, скажу, что те люди, которые эмоциональны в любом отношении, хоть то будет желание, злость или страх, или же полностью транс-мамы от того, что она не может с ребенком себя вести. То есть, стресс страшно испытывает молодая мама. Чем больше она испытывает стресс, тем больше тело ее ребенка чувствует боль. И эти боли могут быть не только в желудке. То есть, если мама выросла в семье, где мало сердечности проявляется, то очень велика возможность, что ребенок будет испытывать боль в груди. То есть, как камушек в груди. Мама не теплоты не может не давать. И в этот момент не разговаривает с ребенком. И в этот момент она просто живет сама в семье, думая, что ребенок еще маленький, и ничего не понимает, не это самое. А он постоянно реагирует на эмоциональное состояние родителей. И реагирует в способ такой, что именно у него в разных частях тела возникает боль. Если мама отреагирует эмоционально, эгоизмом, что вот в обращении с отцом или с кем-нибудь я, то у маленького человечка начинаются запоры. Он начинает пыжиться, он начинает это самое. Кстати, у таких людей в дальнейшем, если мама как бы более страдает эгоизмом по отношению к окружающему миру, тогда геморрой именно у тех людей часто. Потому что это закладывается в детстве, когда маленькие репетиции формируются тела. И проблема с запорами. То есть эгоизм, он как бы находится чуть-чуть ниже пупка в этой области и излучается отсюда. И если много эгоизма, то все, что находится в кишечнике, оно просто сгорает, появляются газы, появляются боли и трудно выводится. То есть это проблема такая. То есть таким образом через эту боль ребенок, тело его учится эмоциональным реакциям. То есть в дальнейшем в жизни оно будет именно так реагировать на жизнь, как научила его тельца мама, хотя она его сознательно ничего не учила. Оно учится само автоматически. В дальнейшем, когда у ребенка появляется, он начинает что-то понимать, соображать, дети обычно начинают пользоваться слабостью родителей. Если они почувствовали, что плач – это хороший метод на то, чтобы заставить взрослого человека что-то сделать, прийти или дать, они этим воспользуются. И они прекрасно этим пользуются всегда. Так вот, нужно дойти в себе достаточному жесту и трезвости, чтобы именно в этот момент использовать опыт строгого отношения к каким-то обязанностям ребенка. То есть если мама лишь сказала, что так должно быть, если она сделала, она не должна иметь внутри сомнений. Так же и папа. То есть все делается просто, безэмоционально, но строго. То есть в этом случае старые акушерки, которые принимают роды очень временами показательным в этом отношении, они берут маленький ребенка и без сентиментов его шрепают, делают, приводят, заматывают. Они это делают автоматически. И именно если из них очень хорошая мама получается, они понимают, что пока есть время ласки, есть время строгости приучения ребенка. Его нужно научить к порядку. То есть порядок так должно быть, так не должно быть. И это неукоснительно. Никакой плащ, ничего не может ничего сделать. Распорядок четко и ясно. То есть в дальнейшем отцу, чтобы не потерять авторитет, нужно беспрекословно ввести в своей семье определенные законы, которые должны выполняться беспрекословно. То есть если мытье посуды, пожалуйста, пусть будет мытье посуды. Если уборка, уборка, если какие-то другие семейные элементы, которые проблемные, они должны все быть распределены очень четко и за каждое невыполнение должно быть как в уголовном кодексе. То есть это не приведет к тому, что как бы черства свозникнет. Это приведет к порядку, потому что мы, родители, очень часто кричим на детей, что они что-то не так делают, просто налево и направо, без предварительных каких-то установок. То есть с маленького возраста пишется кодекс семьи, в котором прописывается все, как делается. Нужно приложить усилия, чтобы в дальнейшем вы остались авторитетом. Иначе, если вы не будете авторитетом в каждодневности, примером, тогда появятся проблемы. То есть планирование. Вот через год ты будешь, начнешь за собой убирать и мыть посуду, говоришь, первоклассники. Вот через год ты будешь помогать это сам и готовишь к этому. Так должно быть. Я вам просто говорю, что ребенок начнет быстрее это все делать и помогать вам, когда существует какая-то программа его развития. Когда он идет за вами, а не просто происходит, как происходит. И когда смысл в чем кризиса переходного? Когда ребенок понимает логически бессмысленность многих наших претензий к нему. Просто бессмысленность. Мы можем отвязаться, потому что нам так захотелось. Нет, так не должно быть. Мы можем предъявить ему что-либо только тогда, когда есть закон. Когда нет закона в семье, каждый только закон силы, то, извините меня, ребенок вырастает и говорит, ну а хрен вам, я уже такой же сильный, как вы, что вы мне сделаете? То есть не должно быть конкуренции, должен быть закон, который все выполняют. Если мусор выносить, значит нужно, папа выносит мусор. Если папа деньги зарабатывает, то он деньги зарабатывает. Если мама домохозяйка, то домохозяйка. Я вот ввел в семье такое вот это самое. Если я вижу, что ракерина пуста, чистая, нет посуды, то я поел, обязан. Я просто вымою посуду за собой, что бы то ни было. Если там куча всего, то я еще доложу. И тот, чья очередь заниматься посудой, будет мыть целую гору посуды. То есть это зависит от вас и от ваших привычек. Вы должны ввести такой закон вместе с семьей, кто всегда когда-то кто-то больше влияние имеет в семье. И поэтому он должен ввести за собой всех остальных. Так что прежде всего нужно знать, что в малом возрасте дети не имеют менталитета. Им ничего не докажешь. Их нужно сделать так, чтобы даже они пускай боятся. Ничего страшного в этом нет. Кляпсы, это ничего страшного. Они должны чувствовать авторитет. А когда авторитет и постоянство, они приходят и, как ласковые котики, тогда они к вам, отношение имеет совсем другое. То есть любое ваше слово, оно беспрекословно. Каждый, конечно, учится по-своему. Потому что воспитать ребенка, это значит иметь за него полную ответственность. И не то, что давить его, а просто до определенного момента учить его, как нужно делать. Так, так, так. Все время ему подсказывать. И тогда, когда он приучится к порядку, тогда он в жизнь войдет. И вы отпустите его порядочно к человеку. Желаю успехов. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова